Ты готов? Все? В принципе, да. Уважаемые судьи, пожалуйста, проходите. Наш следующий участник, еще раз, Шагов Владимир. Лаборатория кофе. Это тот обжарщик, который обжарен на самом большом острове, потому что он самый высокий. Единственное, можно засыпать в него кофе. Боба-система ты знаешь. Можешь проверить музыку. Поднимаешь руку. Время и погнали. Здравствуйте. Я Владимир из Лаборатория кофе. Названи мои компании, обязывает эксперименты. Поэтому сегодня будут эксперименты и их результаты. Мой кофе для этой тонны уникального эксперимента, проведенного на ферме, и интерпретацию и обработку кофе выделить совершенно на новую уровень. А мое выступление – это результат проделанной работы с этим праздником. При вашем удобстве я показал саджеты. В них будет идти презентация параллельно моего выступления. Пожалуйста, нажмите «Плей». Начну я свое выступление с приготовления эспрессо для авторского напитка. Забегу чуть вперед и расскажу про интерьер для своего авторского. Я в своем авторском хотел показать многогранность своего папе, то есть хранить его индивидуально. Поэтому, чтобы не было пересчутить с крикером, я взял лаванду, точнее лавандовый лед, приготовленный по следующему рецепту. 20 грамм лаванду, 10 грамм лаванды на 1 литр воды, довел закидение, остудил и поставил замораживать. Также я сейчас делаю 6 шотов эспрессо, которые я тоже поставлю замораживать. Для молодца вкуса я добавил 24 грамма сахарного сиропа. Приготовлю его в пропорции 1 кг. Я добавил сахар и вода. А пока, пока все я это готовлю, я вам расскажу про ферму и про свой корм. Плантация Леопалия Маринчука находится в Колумбии, в восточной части Колумбийских рам. на высоте 1800 метров до уровня моря. По этой квантации ведется качественная работа зернов, путь кофе отслеживается от кофейных деревьев, до уже приготовленного напитка в чашках. В отделе эксплуатации провели исследование и выяснили, что женщины лучше сосредоточены на белая тяга. Поэтому спором у них занимаются только женщины, собирают только самые белые ягоды. Это для того, что это потому, что в них содержится больше пищи других на организм. А это нужно для того, чтобы проводить сложные ферментации. Особенностью этой квантации является то, что здесь проводят ферментацию индивидуально для каждой партии собранных ягод. Из этой партии берется контрольный образец весом 300 грамм. И на всем пути ферментации замеряются и отслеживаются изменения, которые с ним происходят. Мой кофе – это сидра натуральной обработки. Сидра – это гибрид. Ух! 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 Спасибо. 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 То есть эксперименты, о которых я вам говорил, начались еще с кофейных деревьев. Мой кофе после створа. Сушили на солнце на африканских кроватях в течение 10 дней. Постоянно переворачивали. Также кровати оборудованы вентиляторами. У меня велосия не было троповки, не было эспрессо. Я быстро перевешиваю. Давайте поддержим Владимира. Сейчас чуть-чуть перезапустимся и продолжим. Здравствуйте. Я Владимир Саватонов-Тарикой. Название моей компании обязывает эксперименты. Поэтому сегодня будут эксперименты и их результаты. Мой кофе – это итог спешного, уникального эксперимента, проведенного на ферме, где уровень оборудования вывели несовершенно нового уровня. Для вашего удобства я подготовил презентацию. Пожалуйста, нажмите play – презентация поет параллельно моему выступлению. Почтуя свое выступление, с приготовлением из пресса, для авторского напитка. Я забегу чуть вперед и расскажу об инфлюзиенте, который входит в мою артерскую напитку. В своем напитке я хотел показать многогранность моего зерна, и в то же время сохранить его индивидуально. Поэтому, чтобы не было пересечения дискриптора, я взял лаванду. В точнее, не совсем лаванду, а лавандовый лед, приготовленный в последующем рецепте. 10 грамм лаванды на 1 литр воды. Довел до кипения. Постудил. И поставил в замораживание. Сейчас я готовлю 6 шотов эспрессо, которые я тоже поставлю в положение. Для баланса вкуса я добавлю 24 грамма сахара в лассировке, приготовленного в пропорции 1 кг. Вода и сахар. А пока я расскажу вам про свой кофе и плантацию, где вы пьете. Плантация для пальма и тука находится на уровне в восточной части губейских армий. На высоте 1800 метров над уровнем В. На этой плантации особое внимание уделяют контролю качества продукта. Поэтому и отслеживать путь кофе весь плод кофейных деревьев до уже приготовленной чашки напитки. Владельцы плантации провели исследование, что женщины лучше сосредоточены на мелочах. Поэтому формой них занимаются только женщины. Собирают только самые-самые стелёные ягоды. Потому что у них садёшься больше, меньше травминга организма. А это нужно для того, чтобы провести более сложную ферментацию. Также уникальной средой плантации является то, что ферментацию проводят индивидуально для каждого года. Уберётся контрольный оборотец весом 300 грамм. И во время примитации, во время всего пути этого образца отследуются все показания. Всё замеряется. Мой кофе это сидра натуральной обработки. Сидра – это гибрид типики бурбона. То есть эксперименты, о которых я вам рассказывал, включились уже с котейных деревьев. После сбора мой кофе 10 дней сушили на солнце. На африканской кровати оборудованы термостатами, которые включают и включают вентиляторы. Также их постоянно перемешивали. После этого показатель влажности ягод составил 25%. Далее ягоды засушивали в специальных механических сушениях до показателя влажности на 11%. После всего этого достал мой черед работы с этим годом. И я, как обжарщик, много экспериментировал над этим. И в итоге я остановился на следующем профиле от жарки. Жарил я свой кофе на 200-граммовом кислении в классическом профиле. Общее время жарки – 8 минут 30 секунд. Время развития – минута 20. 10 градусов. Температура развития – 10 градусов. И сейчас я продемонстрирую результат своей работы. Для этой жарки и для этого кофе я также пробирал множество рецептов, как его сварить. И в итоге остановился на следующем. 20 граммов молока кофе. И 19 граммов напитка в каждой чашке. В итоге весовой букет с байлон эспрессо я получил следующий. Явные дескрипторы. Это гранат и белый виноград. На фоне апельсин, вежевика и мишка. Тело выше среднего. Сладость – высокая. И сладкость – средняя. Коричь – низкая. послевкусие очень доброе. Тело вталет Тело вталет Тело вталет Тело вталет Тело 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 Продолжение следует... 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 Прошло 12 минут... Продолжение следует... 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 Всем известно, что у каждого напитка есть своя посуда, которая, как напиток, раскрывается максимально ярко, максимально вкусно. Вот. Поэтому когда я сделал свой аппольский, я тоже подбирал под него посуду и наткнулся на несколько интересных результатов, которые я хочу с вами сегодня поделиться. Перед вами будет стоять четыре стакана. Оценивайте стакан, который будет нален. Дальше перед вами будет пустая бутылочка, бутылочка с этим же напитком и три пустых стакана. Пожалуйста, разлейте примерно пором из этой бутылочки по трём бокалам напиток и попробуйте. В видном бокале вы почувствуете горечь. В инвестиционном бокале сухой ноги. Минута. Коктейльные рюкки из вас сладкий. Охуйся моё авторство. Да. В барабаде вы почувствуете лавровый лист. В окусе. Красный апельсин. В визарис. Да, на весictions. И в вазнику. Лавровый лист. Перед тем как вздеваете. Лавровый лист. Бутылочный стакан, который оценивается, свяжите рецепты для всего лаврового воды. 15. Сколько? Ну, пожалуйста, я на танце не возьму. 17. 2. 5. Мне было очень приятно сегодня вам рассказать наиболее современно. Я надеюсь, вам тоже очень понравилось. Спасибо большое за внимание. Пробуйте. Приятно. Наши порные аплодисменты. Жанна Владимировна. Большой рецепт. Может быть, может быть, будет вмешаться с людям. Вовно тут. Заканчиваем свою работу. Поза Вова. Поза Вова, да. Тут такой нормальный просто, да. Собрались те, кто не любит 15 просто. Да. Мне нравится число 15. Мне красиво. Я не знаю. А... Это... Напомни, пожалуйста. Я просто могу мутаться, но мне кажется, это был твой первый классик. Ну, как мы это знаем. От российского года. И... Много интереснее. Много интереснее. И жаришь его на шестидесятки просто, да, каждый раз. И думаешь, что-то не то. Как что-то так. Что-то вот здесь, по словам, надо было сделать поменьше. Да, да. Сейчас. Слушай, ну, мне кажется, что все равно, несмотря на какой-нибудь стрессе, я сюда все исправился. Положился. И... Все. Все. Практически. Все прошло довольно хорошо. А... Ну... Я говорю, что чемпионат, это всегда как экзамен. И когда не знаешь, какой билет купить. Хочешь, я больше... Я не буду тебя больше набросывать. Просто так подождем, судя сколько я. Ммм... 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 Я вчера только увидел ваши стаканчики, но уже после того, как ты уже получил эту толстонку, поэтому... Я подумал, что... Ммм... Возможно, да, я буду здесь как бы как раз... Можешь их просто наклеить. Вот, да. Для себя. Оп! У меня была одна мысль со стаканчиком сделать перформанс, но... Боюсь, что я не готов к этому. Я немножко старый. Ну, мысль была. А... Не будем, да, мы тебе больше это... Думаю, доставать. А, у меня единственный маленький вопрос. Наверняка, что, да... Жарили с таким нормальным запасом, да, кое-то. Ну, то есть, чтобы его... А, нет? Ты сейчас мне помогаешь! Не, я просто там обычно подарили... Все, что осталось в полкере! То есть это на сегодня все, что осталось в полкере? Не, это не про сегодня, вообще, имею в виду. Ну, то есть, ну там типа, в финал, послезавтра... Там есть небольшая партия, она прям просто при тех, кто спорте, очень редких, у нас мы взяли половин лота. Нет, половин орбец, чтобы играли буквально пару дней назад, а это у Сергея Приверсов. Вот мы взяли половин лота, и, во всего, где-то на 25-минейте, взяли половин, он и там будет чемпионат. А, то есть он не только здесь будет, да, небольшой тизер, он еще будет там, не знаю, в Приверсов. В Приверсове, в Приверсове, в Приверсове, в Приверсове, в Приверсове. Был. Будет ли он на Приверсове в России? Скорее всего, но не важно. Ну, может быть, да. Выбираем между Горкачим, в Край-4, и неизвестно, неизвестно. А еще раз ваши спорные аплодисменты судьям, вам удалось побить сегодня совершенно шикарный уникальный кофе. Отпали моих тукан, тидра с сухой пропотки, вот 25 килограмм. Норвежцы на нем выиграли в Приверсове, напоминаю. Уважаемые судьи. Спасибо. 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 Спасибо.